Так, теперь пробуем. Скажите, есть звук? Слышно? О, все, отлично. Сетехника нас не может подвести сегодня. Как раз, получается, все вебинары, которые у нас запланированы. Ну что, давайте будем начинать. Для начала я представлюсь. Меня зовут Наталья Лагвинович, старший менеджер компании Reflame. Я буквально не так давно еще даже не привыкла к этому звучанию, хотя очень долго к этому стремилась. Давайте я сначала расскажу, скажем так, на жизнь поделим до Reflame и после, чтобы, скажем так, знали, кем я была до этого, чтобы у меня не сразу все было, скажем так, все красиво, красочно, сразу успешно. До Reflame я работала в сфере образования, получила диплом, у меня биологическое образование. По специальности я валиолог. Валиолог – это специалист по здоровому образу жизни. То есть тема wellness – это вообще, в принципе, моя профессия, можно так сказать, но это уже сейчас. После университета я работала по распределению в школе, меня хватило на целых полтора года. Меня там устраивало все, кроме, скажем так, ну, на зарплату я особо не смотрела, мне не нравилось там отношение начальства, потому что мы с начальством очень, скажем так, не дружили мы. Были разногласия по работе. Потом я перевелась в университет. В университете я работала в деканате, то есть, ну, секретарь в деканате, скажем так, контролировала весь учебный процесс. Там мне нравилось все, пока, скажем так, я не начала получать свою первую зарплату, потому что, скажем так, именно финансовая страна – это единственная страна, которая мне там не нравилась. Но при этом я там работала где-то три с половиной года. Скажем так, я относилась к той категории людей, даже вот еще будучи студентом, которые… Ну, скажем так, есть ленивые студенты, а есть те, которые на этом хотят нажиться. Вот я, скажем так, оформила себе ИП и помогала студентам ленивым писать контрольные, дипломные, курсовые. Ну, скажем так, на этом хорошо зарабатывала. То есть, мне к моей стипензии и затем к моей зарплате преподавательской был такой хороший плюс. Скажем так, в сезон я получала где-то порядка тысячи, иногда доходило до двух тысяч долларов. Сезон – это считается, вот именно как у нас по специфике, с ноября по май. Все остальное время, то есть, у меня заказов не было. То есть, это такая, скажем так, подработка, она вот именно сезонная. И здесь зависит тоже от тебя, насколько ты физически можешь что-то как-то сделать. Бывали моменты, что я физически не успевала много сделать, но при этом, скажем так, денег мне всегда хватало, и я особо сильно не заморачивалась, как что, где еще что, скажем так, раздобыть в финансовом плане. Затем у нас отменили контрольные работы, которые студенты писали дома, и сказали, что студенты могут все это делать в условиях аудитории. И я осталась без дополнительного дохода. Я осталась на зарплате в университете – это целых 2 миллиона. И на тот момент для меня было непривычно, как это можно жить за 2 миллиона. Тем более, скажем так, в преддверии Нового года, вот тогда я очень, скажем так, ощутила на себе вот эту вот зарплату в 2 миллиона, что я не могла сделать те покупки, которые я хотела и которые я привыкла. Я не могла подарить подарки те, которые я хотела. Те, которые я привыкла дарить на ту сумму. И мне как-то вот этот вот момент жить за 2 миллиона, он вообще не нравился. Ну, скажем так, как-то мы жили, сейчас люди тоже так живут. Вот, можете посмотреть. То есть, в принципе, обычная такая девушка, разносторонняя. Потом познакомилась с молодым человеком, то есть работая еще в университете. Вышла замуж, свадебное путешествие. Вот это было мое такое первое взрослое путешествие. Мы ездили в Турцию. До этого, когда я была еще, ну, скажем так, училась в школе, я каждый год ездила на море. То есть, для меня поездка на море – это, ну, скажем так, обычное нормальное дело. Ну, здесь уже в Турции все самостоятельно. То есть, да, классно, хорошо, на свадебные деньги. То есть, ну, понятно, что 2 миллиона откладывать особо сильно далеко не поедешь. Ну, вот, свадебное мы съездили. Отлично, классно. Вот. Я, вот, получается, год я была в поиске какой-то подработки, потому что с моей, скажем так, зарплатой мне хотелось, чтобы денег было больше, потому что молодой девушке, скажем так, желаний очень много, и всегда найдется, возможно, скажем так, на что потратить деньги. Вот. И, как я теперь всегда говорю, мысль материальна. В один прекрасный день моему мужу позвонил его сослуживец по работе с фразой «Моей жене нужна модель на макияж». Это было как раз после свадьбы, поэтому для меня сходить куда-то сделать макияж – это не вопрос, потому что я делала очень много пробных макияжей профессиональных и, скажем так, ну, уже начинала в этом разбираться. Я говорю, у меня вопрос, если надо, ну, схожу, помогу, тем более в тот назначенный день меня пригласили на день рождения, ну, почему бы не сходить. Мы были с этой девушкой незнакомы, когда встретились возле офиса, и все, здравствуйте, здравствуйте, на макияж, да, все, пойдемте. И открывается дверь, и я вижу красивую зеленую вывеску, написано «Арифлейм». Мысль о том, что, ну вот, Арифлейм, как-то я не сильно планировала сюда приходить, я сразу так немножечко отбросила, потому что я же не могу девушку подвести, я же пообещала, мало ли, ну, может, ей там экзамен какой-то надо сдать или еще что-то, ну, я же обещала помочь, значит, мне нужно помочь. А до этого меня в Арифлейм звали на протяжении 10 лет, ну, скажем так, исправно. Я всегда говорила, нет, Арифлейм, это не мое, это не для меня, каталоги, нет-нет-нет, и я ни разу не была зарегистрирована ни в одной компании. Мне сделали макияж, это, ну, скажем так, на тот момент, это в офисе я видела просто красивых девушек, они ухоженные, красиво одеты, и я так думаю, о, это Арифлейм, ну, то есть сразу уровень вот так вот поднялся, что Арифлейм, это значит что-то классное, что-то стильное. Когда мне после макияжа показали зеркало, у меня был такой вопрос, наверное, девчонок смутил немножко так в недоумении, я говорю, это вот все, что вы мне сделали, это был Арифлейм? Он говорит, ну, да, конечно, я говорю, а мне нравится, и потом я говорю, а где вы были две недели назад, когда я не могла выбрать мастера себе, чтобы мне сделали профессиональный макияж такой, как я хочу. Вот девушки в офисе, они мне сделали именно то, что я хочу. Я сразу говорю, можно мне вот это, вот то, что вы мне делали, вот всю вот эту косметику я хочу заказать, потому что мне очень понравилось. Я говорю, да, можно, есть дисконтная карточка с воскидкой 20%, и потом мне что-то говорили про бизнес. Из всего я услышала только тысячу долларов. И думаю, вот она моя тысяча долларов, которую вот я год искала возможность, как можно зарабатывать эти деньги. И вот эти волшебные девушки, которые изменили мою жизнь, вот эти вот даты я помню до сих пор, 21 сентября я пришла на макияж. Потом уехала в свадебное, и вот 30 сентября меня зарегистрировали в Airflame. Саму встречу для меня проводила Анна Козловская, теперь это золотой директор. Макияж мне делала Ольга Небрако, нынешний директор. И Ольга Демиденко тоже является мой спонсор, то есть тоже присутствовала в офисе. И это я сейчас понимаю, насколько мне повезло, что мне директора проводили встречу. И вот, наверное, это сыграло очень большую роль для меня, потому что я визуал. Мне нужно видеть. Слушай, для меня недостаточно. И вот я увидела таких вот классных... О, да, она пишет, помню этот день. Я увидела классных девушек, на которых я захотела быть похожей. И когда мы приехали со свадебного путешествия, через буквально день мне позвонила Аня с фразой для меня неожиданной. Наталья, здравствуй. Ну, Анна, компания Airflame, помните? Да, помню. Она говорит, как вы отдохнули? Я так, ну, все, хорошо. То есть она начала спрашивать именно про мой отдых, как вообще, вот, как что. Я ожидала всего, чего угодно. Готовы сделать заказ? Приходите в офис. Там что-нибудь, вот что-то в этом духе. Ну, никак не интересно. Про, в принципе, про мое свадебное путешествие. Это меня не то, что подкупило, мне это очень понравилось, что здесь идет именно отношение к человеку. Не как, скажем, сделай заказ, мне нужен твой заказ, а именно как к человеку. На следующий день я сама приехала в офис, и говорю, так, я помню что-то про тысячу долларов. Что там? То есть я, скажем так, попала случайно, но пришла в Airflame, я уже осознанно, я пришла сразу на бизнес. Я, моя любимая фраза, в принципе, все знают, вся моя команда знает, спонсор всегда прав. Почему я вставила это в слайд? Когда я спросила у Ани, я говорю, Ань, что нужно сделать для того, чтобы заработать тысячу долларов? Она мне сказала вот эту фразу, спонсор всегда прав. Слушай, все, что я тебе буду говорить, и делай это. Вот слушай и делай, слушай и делай. Все понятно? Ну, на первый взгляд скажут, ну да, понятно, что это сложное. Тебе сказали что-то сделать? Ты это делаешь. Все, пошло обучение, пошли первые результаты. И на тот момент я, скажем так, не слишком, наверное, не слишком глубоко поняла смысл второго правила. Вот я говорю, что в принципе есть два. Первое, это спонсор всегда прав. Это самое главное. Второе, это правило 3П. Сейчас я его понимаю, я не знаю, наверное, как нельзя лучше. Потому что, смотрите, правило 3П. Пользоваться продукцией, ну это, я не знаю, это, наверное, основное, потому что если вы не будете пользоваться сами, как вы скажете об этом другим? У меня всегда, наверное, на первом этапе прошел, а ты сама пользуешься? Я с гордостью говорила, да. Вот тогда вот то, что я пользуюсь, я говорила, да, я пользуюсь. Мне нравится вот это, вот это у меня сейчас есть, вот это вот это, а вот этого у меня нет. Но я это куплю в ближайшее время, потому что вот по отзывам присоединялся к бизнесу, кто-то не присоединялся, то есть, ну, люди были разные. Следующее, вот это правило посещать обучение. Мне Аня с первого дня сразу сказала, обучение это обязательно. Если ты хочешь зарабатывать тысячу долларов. Если ты не хочешь зарабатывать, то тут как бы я тебе... не могу ничего, скажем так, и запретить ничего себе не могу, тогда не смогу себе помочь. За это время, прошу прощения, за это время, что я с компанией, в два с половиной года, я не пропустила ни разу ни одного обучения. В Витебске, в Минске, мы ездили в Новополоск, мы ездили за границу. Я прекрасно понимаю, что если я не буду обучаться в новой себя, я не достигну результата. Если у нас нет обучения каких-то, скажем так, выездных, Google, YouTube, просмотр видео, чтение книг, я научилась выбирать, выделять время именно для чтения, потому что я поняла, насколько это важно. Я живу далеко от центра, и мне, чтобы доехать раньше до университета или сейчас до офиса, мне нужно 40 минут. То есть у меня идет 40 минут по дороге туда и 40 минут по дороге обратно. То есть 80 минут в день я читаю. Я брала с собой книги, когда у меня книги закончились, я стала их закачивать на телефон. То есть у меня на телефоне сейчас 5 книг просто, вот они закачаны, я одну прочитала, как-то мне не доходят руки удалить, я что-то прочитала, вот перехожу к следующей. То есть каждый день я обязательно читаю, потому что я понимаю сейчас, насколько это важно. Первоначально, скажем так, я училась по чуть-чуть, но училась всегда. Следующее правило – это приглашать людей. Начинала я, наверное, первое время, конечно, со знакомых, но мне было немножко страшно работать со знакомыми, потому что очень много советчиков. Они говорят, Арифлейм – это несерьезно. Но я-то настроилась на 1000 долларов, как это несерьезно? Все, я настроилась, я овен, поэтому я упертая. Если я что-то хочу, значит, это должно у меня быть. И вариантов не существует. Это просто должно у меня быть. Поэтому со знакомыми я немножко поработала, потом перешла на работу с незнакомыми людьми. Мне было, скажем так, проще. И когда уже у меня появился результат небольшой, тогда же мои знакомые начали немножечко лояльнее относиться. Зато сейчас это мне уже начинает, скажем так, льстить, видя страничку в соцсетях, они сами начинают ко мне, скажем так, проситься, расскажи про Арифлейм. Сейчас мне это очень приятно. Даже те люди, которые изначально говорили мне «нет». «Нет» не значит никогда, просто «нет» значит не сейчас, не в данный момент. Какой вывод из вот этого правила? «Трехпэ», скажем так, я могу для себя сделать, что работает только система. Если мы вычеркнем что-то одно, то не будет работать. Если мы будем постоянно обучаться, но не будем делать, не будем приглашать, результата не будет никакого. Это я проверила на себе, потому что изначально я делала это все по чуть-чуть. То есть пользовалась, чуть-чуть обучалась. Потом больше обучалась, но пользовалась я постоянно. Начала больше обучаться, но меньше приглашать людей. То есть нужно делать все, скажем так, равномерно и делать это постоянно. Это вот я уже сейчас понимаю. Так хочется сказать, где же ты была раньше вот эти два с половиной года? А это золотое правило. Слушай всегда спонсора. Вот если тебе говорят, значит, надо делать. Не думать, а делать. Вот меньше думать нужно над словами спонсора, а больше делать. Вот это уже именно сейчас я уже понимаю. Вот первое поздравление, это самая первая фотография с моего поздравления. Меня сразу поздравляли с уровнем 3% и уровнем 6%. Это была вечеринка в Северной столице, в ресторане была вечеринка в Красном. Мне позвонила Аня, говорит, что будет такая тематика. И я так сразу, так, красный, значит, надо обязательно здесь красный. Спонсор сказал, что надо, значит, надо. Тут еще такой взгляд немножечко такой испуганный. То есть вот мы только-только сошли со сцены. Потом вот после уровня 6% я вот что-то начала делать, такое уже более осознанное. И что меня, скажем так, не то, что вдохновило, а так немножечко подстегнуло первый вебинар, который был на тот момент именно для меня. У нас выступала Людмила Неконорова. Это сейчас вебинар. И я запомнила такую вот фразу, то есть смысл я вам сейчас передам. Если ты не будешь делать, ну, скажем так, до свидания, он тебя бросит. Он не будет с тобой работать, если ты этого не захочешь, и ты не будешь делать. Я позвонила Ане и говорю, Аня, ты же меня не бросишь? С чего ты взяла? Я говорю, ну, скажи, что ты меня не бросишь, что ты меня не оставишь. Он говорит, нет, я тебя не брошу. Ну, хочешь работать, давай, все, будем работать вместе, я тебе буду помогать. Мне эти слова, я не знаю, это было как вот, да, давай, все, вперед, вот, все, меня, как я говорила, теперь я говорю, меня вперед. Вот, потом быстро мы вышли на уровень 9%, и позже уже появились первые партнеры. Я думаю, наверное, большая часть, скажем так, людей в комнате знают этих людей. Ирина Корчевская, Татьяна Корчевская, это мама с дочкой, на данный момент, вот это мои, мне кажется, они первые, и, скажем так, самые высокоуровневые мои партнеры. Огромная благодарность вообще, в принципе, им за то, что они пришли в свое время, вот, и мы начали сразу очень-очень плотно работать. Вот, мне, как, я не знала вообще, что, как работать с людьми, как работать с партнерами, ну, что вообще, что надо делать? Конечно, на помощь приходит спонсор. Я говорю, Аня, что надо делать? Он говорит, вспоминай, что мы делали с тобой, и делать то же самое. Я говорю, все, отлично, поняла. И вот мы поэтапно, по чуть-чуть, я не скажу, что это было для меня легко, иногда мы сидели по несколько часов, пока мы разбирались, мы все, мы делали все вместе. Вот, я не знаю, мне кажется, все, что можно было придумать, мы делали все. Мы вместе везде ходили, вот, как прилипли вот друг к дружке, вот так вот, ходили, ходили, делали. Ну, и, конечно же, результаты не заставили себя долго ждать. Это новые уровни, новые звания. И, конечно же, я стала больше времени уделять Арифлейму и поняла, что если я останусь на своей работе в университете за свои 2 миллиона, то у меня не будет хватать достаточно количества времени, сколько я хочу уделять Арифлейму. А в мои планы было, чтобы работать только в Арифлейме, потому что на тот момент, ну, через год практически, ну, даже чуть меньше, у меня зарплата сравнялась с зарплатой Арифлейме, зарплата на работе в университете. Я так подумала, что все равно я собиралась увольняться. И смысл мне там тратить 6 дней в неделю, если я хожу в Арифлейме с удовольствием, я получаю за это деньги, почему я должна отказывать себе в удовольствие. И я приняла решение уволиться с университета. На тот момент я была, по-моему, на уровне 15%. Меня отговаривали в университете все, говорят, как ты можешь применять работу, государственную работу, на бизнес, на Арифлейм, на то, что, ну, как-то непонятно. Я говорю, ну, это вам непонятно, потому что вы не разобрались в этом. Я говорю, я считаю, что для меня это перспективно. Ну, в принципе, это мое решение. Меня отговаривали очень в университете. Дома меня поддержали. Говорят, если ты настроена на то, что ты все равно не будешь там работать, все равно собралась увольняться. Если ты считаешь, что это перспективно для тебя, да, увольняйся. Как бы мне ничего такого против дома не говорили. Все, я пришла, уволилась. Особо сильно, скажем так, не жалела. Вот, и в сентябре мы же решили с мужем поехать отдыхать. То есть я уже год в Арифлейм работала. Мы решили поехать отдыхать за границей. Мое первое путешествие, вот некоторые фотографии, я мечтала поехать в Европу. Это была не то, чтобы вот мечта, вот зато мы работали в Арифлейм. Но это было просто, вот я засыпала и просыпалась с этим. Я так хотела в Европу. Я очень хотела в Париж. И, в принципе, не знаю, мне кажется, я везде хотела. И я поняла после этой поездки, что я фанат путешествий. Потому что раньше, ну, как в детстве Крым, а потом, скажем так, один раз в Турцию. Здесь я посмотрела разные страны и поняла, что я фанат путешествий. Я очень люблю путешествий. Сейчас, вот уже объездив несколько стран, это начинаешь понимать. Конечно, если бы я осталась, ну, скажем так, на своей работе в университете, то перспективы по деньгам не было бы. Здесь, ну, скажем так, и мои деньги, заработанные в Арифлейм, и здесь добавлены деньги мужа. Вот, мы проехали, так там, 8 или 9 стран у нас было в этом путешествии. Но это сбылась моя мечта. Я прыгала, я там, я кричала, как сумажет, что да, 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 ура. И я понимаю, что если бы я не пришла в Арифлейм, я бы не поехала в Европу. Я бы просто боялась мечтать. Потому что до этого я думала куда-то съездить. Ай, ну, куда там с нашей зарплатой? Нет, где-то Европа. Это не для меня. Но в Арифлейм меня научили мечтать именно так, что если ты этого хочешь, то почему ты это не можешь сделать? Почему ты считаешь, что это не для тебя? Поэтому, ну, скажем так, я считаю, что все, о чем я думаю, это все для меня. Ну, почему нет? Оно же создано для кого-то. Для людей. Я человек-человек, значит, это все создано для меня. Потом у нас буквально через полгода было следующее путешествие, но уже с командой это не сравнить ни с чем. Мы ездили, у нас было 5 стран, и, кажется, это была наша такая целенаправленная поездка. На следующем слайде покажу, куда. Но поездка всей команды, это не сравнить, скажем так, с поездкой, как мы ездили вдвоем. Это настолько круто. Вот ты вместе работаешь, и ты вместе отдыхаешь, и тебе комфортно, ты от этого ловишь. Кайф. Когда у меня даже вот сейчас спрашивают, говорят, ты любишь, ну, что ты все время в хорошем настроении? Я говорю, а я люблю свою работу. Говорит, такого не бывает. Я говорю, ну, просто вы, значит, работаете, не там. Я говорю, я люблю свою работу. Я получаю кайф от своей работы. Я получаю кайф от Арифлейма. У меня сейчас Арифлейм стиль жизни. Я этим живу, это часть моей жизни. Не просто, что вот я хожу на работу там с пяти до восьми, и все, после этого нет. Я могу сидеть и до двенадцати, до часу ночи не потому, что надо, а потому, что я хочу. Мне это нравится, мне это в кайф. Если честно, я бы, наверное, не знаю, сутками сидела бы, наверное, и, ну, что-то делала, что-то изучала. Вот, ну, вернемся, да, к нашему путешествию. То есть мы объездили в несколько стран, все вместе. Это и сплотило нас еще больше, и, скажем так, немножечко другого уровня отдых я увидела. Потому что отдых, скажем так, с приятной для тебя компанией, и вообще само осознание, что ты едешь с Арифлейм, оно немножечко, скажем так, меняется. Твое впечатление вообще о странах, потому что я была в Берлине в прошлой поездке, и мы были в Берлине в этой поездке. И вот в прошлом мне Берлин не понравился. В этой, ну, да, слушайте, прикольный город, такой интересный. То есть вот она, разница впечатлений. И, собственно говоря, цель нашего визита вообще в Европу – это Игилёс. Это научный центр, центр создания Wellness. Здесь вот фотография «Моя гордость, она у меня висит дома». Это фотография со Стигом Стэном. Стиг Стэн – это, в принципе, создатель Wellness, это коктейль Natural Balance. Я стояла возле него, мне вот, ну, фотографироваться понятно, пока все подходили, брали автографы. Я стояла, чтобы вот просто вот напитаться вот этой энергетикой. Потому что ты рядом стоишь, у тебя коленки дрожат. Вы такой кайф ловишь. Мы прошли обучение, то есть от самого Стига Стэна. Он нам все рассказывал, вот все, как он знает, как он понимает, что, как нужно делать, как, что правильно. Нам дали сертификаты, то есть, ну, сертификат международного образца с правом преподавания здорового образа жизни и вообще с правом рассказа о Wellness. То есть у меня получается теперь и диплом мой университетский, что я имею право преподавать здоровый образ жизни, и диплом международный, то есть, ну, сертификат. То есть я уже ходила такая, как я говорю, звезда-звезда. То есть все, я дипломированный специалист со всех сторон. Там нас еще покормили правильным обедом. Вот можете посмотреть на фотографии, как должен выглядеть ваш правильный обед. То есть это тоже было приготовлено именно вот в этом центре Эгелеса. Это вообще несравнимо. То есть мы смогли прикоснуться к Reflame изнутри, потому что обычно, как мы считаем, что Reflame – это каталоги. Вот это снаружи, это продукция, это каталоги. А мы зашли изнутри к этому, вот само создание всего этого. Это вообще, это круто. Это еще больше, скажем так, усилило уверенность. То есть уверенность была в этой компании, но это еще больше, скажем так, уверенность придало, потому что ты знаешь, как это делалось, почему это делалось и для чего. То есть это не просто красивые баночки, потому что это круто, это модно, это стильно. Это потому что это, ну, скажем так, влияет на наше здоровье, на нашу красоту, если брать, допустим, косметику. И в принципе, если брать волосы, то это влияние тоже на нашу красоту. Ну, так, дальше пошло, то есть, ну, в принципе, в моем развитии в Reflame пошло обучение, пошли мероприятия. Дело, что поздравления, они не могут, скажем так, образоваться на ровном месте. Мы с командой, ну, понятное дело, что уже команда начала расти, развиваться. Мы очень, скажем так, усиленно работали. Мы работали вместе, мы делали, повторюсь, мы делали все вместе. Были моменты, что мы приглашали там по 10 человек на встречи, и не приходил никто. И ты сидишь и думаешь, что ты сделал не так? Как, вот, ну, как-то. Были моменты, когда из 8 приходило 8, и 8 регистрировались. Были моменты, что ты звонишь целый день, а у тебя нет ни одного согласия на встречу. Были моменты, что ты позвонишь пятерым людям, и все 5 согласятся. То есть были, ну, скажем так, такие, я говорю, в работе взлеты и падения, что кто-то соглашается, кто-то отказывается. И меня Аня научила такой фразе, говорит, что ты не должна зацикливаться на отказах. У тебя должна работать система. Да, нет, следующий. Да, нет, следующий. Привела мне пример со стюардессой в самолете. Говорит, ну, представь себе ситуацию. Стюардесса идет по салону самолета и говорит, чай, кофе, сок. Один ей говорит чай, другой говорит кофе, а третий говорит, мне ничего. Ну, ничего, ничего, она же в панику не бросается. Мне отказали, все, никто не хочет пить чай, никто не хочет пить кофе, все. Это не мое, я не буду здесь работать. Нет, конечно, было бы глупо, если бы стюардесса в панику бросилась. Вот то же самое и у нас. То есть мне это Аня привела, скажем так, с самого начала. Отказы – это хорошо. Чем больше людей тебе откажут, тем больше людей тебе скажут да. Вот главное, ну, скажем так, очень хорошенечко вникнуть в это. Как только я это поняла, все, отказали – отлично. Говорю, все, хорошо. И люди не понимали, почему я радуюсь. А я ходила, собирала отказы, потому что я понимала, что чем больше я насобираю вот этих вот отказов, у меня будет нет-нет-нет, потом да-да-да-да-да. Вот нет-нет-нет, потом да. То есть чем быстрее я сделаю вот эти нет, тем быстрее у меня будет вот это да. И я ходила, я получала удовольствие от того, вот именно на анкетирование, даже когда мне говорили нет. Со стороны я, конечно, не знаю, как это смотрелось, но для меня важен был процесс и важен был результат. Вот. Так, вот здесь вот на фотографии, получается, слева снизу мой день рождения. То есть мы всей командой праздновали мой день рождения. Для меня очень было приятно то, что мы не только вместе работаем, вот вместе куда-то ездим за границу или на обучение. Мы вместе отдыхаем, вот просто отдыхаем. Вот мы собрались все вместе, всей командой и решили отметить день рождения. Закрытие каталога и день рождения. Меня там поздравляли, мне песни пели, подарков надарили. Это было, реально это был лучший день рождения в моей жизни. Потому что вот такого вот позитивного вот этого состояния, эйфории такой у меня не было никогда. Вот за всю мою жизнь, реально, девчонки, спасибо большое, вот всей нашей большой команде за тот день рождения. Потому что такие эмоции. Это реально, это был лучший день рождения в моей жизни. Мы работали, работали. И когда компания объявила, скажем так, конференцию в Египте, это была первая менеджерская конференция в Египте, обычно ездят отдыхать на конференции бесплатно от компании с уровня золотой директора. То есть мы мозгами понимали, что до золота нам еще работать и работать, и следовательно, ну как бы просто работаем. Когда объявили, мы решили с командой, что да, не мешало бы туда съездить, как это без нас. И в результате, то есть мы приняли решение, что мы туда поедем, и все вместе начали работать над тем, чтобы поехать. Поехал Ольга Демиденкова, это мой спонсор, я, Ирина Корчевская, мой партнер, и ее мама, то есть получается Ирин партнер, Татьяна Корчевская. Он такой дружной командой, в принципе, сплоченной, мы тоже вместе работали, отдыхали, и мы поехали в Египет. Сказать, что это был просто шикарный отдых в Египте, это ничего не сказать. Немножечко покажу. Внизу это отель, в котором мы жили, вид из этого отеля, вот чуть-чуть в различных стилях, вот здесь вот вечеринка в египетском стиле, то есть длинные платья. У меня была мечта платья в пол, вот именно вот длинное, и пройтись по берегу моря, чтобы вот чуть-чуть вода, скажем так, ног касалась, и вот просто ты бляешь по пляжу. Так долго я по пляжу еще не гуляла. Я ходила в этом платье, я не знаю, у меня была улыбка, шире некуда. То есть я была счастливая, счастливая. И не важно, что ночь, видят там меня кто-то, не видят. Я ходила по морю, я получала удовольствие, я вообще кайфовала, и я понимала, что если бы я в тот момент, когда, когда-то давно, как я уже говорю, меня привели на макияж, я бы сказала нет, Арифлейм не для меня, то я бы не исполнила свою мечту. Вот она кажется маленькая, а я больше, чем за 25 лет не смогла воплотить вот эту маленькую мечту, просто походить по морю в длинном платье. Кажется мелочь, но я так хотела, я это сделала. Дальше у нас были Вичеминка в белом. Так, давайте немножечко расскажу. Справа внизу фотография, вот мы там втроем, я, Татьяна Корчевская, и посередине это Снежана Полежаева, это топ номер один в мире. Чуть-чуть левее это Владимир Полежаев. Татьяна Корчевская, топ номер один в мире, то есть это отец и дочь. Где, в каких условиях вы можете познакомиться, пообщаться и сфотографироваться, бонусом таким, с миллиардерами, топ номер один мира. То есть просто так в городе, ну ясно дело, вы не встретитесь. Здесь можно было вот подойти, пообщаться, обычные люди, вот серьезно, вообще обычные. Вот ты стоишь и смотришь, а это миллиардер, это люди с огромным опытом вообще, в принципе, в этой компании. Я понимала, что у них, скажем так, время немножко ограничено, что кроме меня с ними хочет пообщаться еще очень много людей. Но я умудрилась за эти две минуты, наверное, задать две тысячи вопросов, потому что, ну, мне было интересно. Вот, слева на фотографии это лидер из Египта, то есть те, кто в Египте на конференцию тоже приезжали, те, кто в Египте быстро развивается, их тоже пригласили к нам на конференцию. То есть... Обратите внимание, это не фотография темная, у нее полностью закрыто все лицо. Вот маленькая-маленькая полосочка, у нее видны только глаза. Я сейчас не буду вам говорить, как ее зовут, просто чтобы не ошибиться во всех этих египетских именах. Но это лидеры из Египта. Вопрос. У меня всегда был вопрос. Если девушки полностью в закрытом одеянии, они лицо не показывают, могут добиваться результатов. Почему мы, когда у нас лицо открыто, мы можем показать наш макияж, мы можем показать нашу ухоженную кожу, почему мы этого не можем делать? И я такая думаю, так вот, если там так развиваются, причем Египет это достаточно очень быстро растущий регион. У нас все карты, вот, работай не хочу. Все, надо работать. Я приехала, когда с Египта, я показывала всем эту фотографию. Девчонки, давайте дерзайте, Египет может в закрытых одеяниях? Почему мы не можем? Давайте, давайте. И непосредственно вот сама конференция со всеми бирочками Беларуси с гордостью все на сцену выходили. Скажем, за удовольствием я со сцены взяла себе целую жменьку такую всего вот этого конфетти. Ну, скажем так, просто на счастье, на удачу именно со сцены, чтобы в следующий раз на конференции стоять на сцене. И чтобы в следующий раз на любом большом мероприятии стоять на сцене. Я просто вот, когда брала это конфетти, я загадала себе желание, что вот на каждом мероприятии я буду стоять на сцене. И, ну, по секрету скажу, пока что это желание не забывается. Пока что, да. Так, что у нас там с вами дальше? Вот, так как мы начали, ну, мы активно очень работали, результат не заставил себя ждать. Опять же, правило трех ПР, оно вот я сейчас, ну, всегда говорю, что нельзя что-то выкидывать. Если мы чему-то обучаемся, мы это должны закрепить действием, обязательно, обязательно действиями. И нельзя все время учиться, нужно делать. Выучил там что-нибудь, я не знаю, новый метод, быстренько его применил. Все, потом выучил следующий там что-нибудь метод, быстренько взял, применил. Вот, я это, ну, скажем так, рассказывала команде, и нас очень сильно поддерживала Анна Козловская, всю команду мою. Мы входили в ключевую команду золотого директора. Поэтому у нас такая, скажем так, очень хорошая поддержка была. Ну, мы же не можем подвести нашего спонсора. Не выполнили, мы старались по максимуму. Вот, первое поздравление в Минске на большой сцене для команды. То есть, я уже стояла на сцене в Минске, поэтому для меня гордость была, когда мы часть моей команды поздравляли. Я стояла, я хлопала, я кричала, я плакала, я пыталась фотографировать, у меня руки дрожали. И вот в тот момент я поняла, что самые крутые эмоции, это когда твоя команда стоит на сцене, а ты из зала или вот под сценой стоишь с этими дрожащими руками. Ты волнуешься, ты переживаешь, ты испытываешь огромную гордость. Когда ты сам стоишь на сцене, да, это приятно. Да, ты стоишь на сцене перед аудиторией, там, 2-3 тысячи человек. Да, круто, да, тебя поздравляют. Но гораздо круче, когда вот эти 3 тысячи человек поздравляют твою команду. Ты понимаешь, что ты вложил, скажем так, душу в развитие этих людей, и да, их поздравляют, значит, ты вместе со своим спонсором, вместе со своей командой сделал правильно. Вот здесь на фотографии чуть-чуть выше, это Татьяна Корчевская, Лариса Фомичева, на нижней фотографии это Галина Кипорук и Ирина Корчевская. То есть они так в несколько заходов их поздравляли, поэтому за один кадр не получилось сфотографировать. Ну, гордость неимоверная. Многие делят Арифлейм, ну, жизнь свою, в принципе, до Арифлейм и после Арифлейм. Я делю немножко на три этапа. До Арифлейм, после Арифлейм, ну, во время, и до проекта онлайн, и после онлайн проекта. Я в онлайн-проекте сколько, месяц? Чуть больше месяца. То есть не помню, это два каталога еще. Когда мне позвонила Анна Козловская, говорит, ты знаешь, мы запустили проект, вот все, вот он уже работает, давай к нам, я хочу тебя позвать. Я говорю, мне реально можно в проект, мне можно работать. Он говорит, да, можно, но тебе для этого нужно выполнить определенные условия, и тогда мы тебя возьмем. По мне, так я как-то долго все эти условия выполняла, но на следующий день я поняла, что я это сделала быстро. Потому что они говорят, вот Наташа только вот в воскресенье в 7 вечера узнала про то, что ей можно в проект, а в понедельник она уже все сделала. То есть я понимаю, что я очень быстро за один день я выполнила вот все условия, чтобы стать именно партнером проекта. Не просто участником, а именно партнером. То есть я прошла все обучение, то есть у меня с заказами, с регистрациями, то есть там полный порядок был. И все, и меня с этого момента, меня вот реально, меня поперло. Мне начали гореть глаза так, как они у меня не горели никогда. И я понимаю, что я в принципе до этого в интернете что-то там пыталась сделать. Здесь система настолько четко построена, что нужно сделать вот так, вот так, вот так. То есть сама система уже есть, стала столько делать. Я начала узнавать новые методы, там, как, что, а как вот это работает, а как вот это работает. Он говорит, мы всех методов не знаем еще, потому что методов существует сотни, если не тысячи, именно методов работы. Я где-то там что-то находила. Звонила спонсорам, советовалась. Он говорит, изучай, потом нам расскажешь. Ну, вот так, немножко похвастаюсь, изучила один метод, метод работы по режиме, и вот на прошлой неделе, на позапрошлой, давала обучение именно по работе этим методом. Поэтому если вы захотите найти какой-то интересный метод, которым ваш спонсор еще не работает, просто потому что, ну, просто у него работают еще те методы, которые у него есть. То есть вы нашли что-то новое, изучили, это вам дало результат, все, вы молодцы. Можете этим поделиться с другими, вот мне сейчас, да, тоже звонят, все спрашивают, советуются. Я говорю, это не значит, что я делаю что-то правильно, единственное, вот как я делаю, это правильно. Нет, просто вот те действия, которые я делала, они меня привели к результату. Но мне очень нравится такая хорошая фраза, нельзя, используя вчерашние методы, сегодня надеяться на результат завтра. То есть то, что вчера было классно и давало результат, это было вчера. Сегодня нужно уже искать что-то новое. Если мы сегодня не будем развиваться, не будем искать это новое, то завтра мы не увидим результата. Нельзя, используя вчерашние методы, работая сегодня, надеяться на результат завтра. Все, это было вчера. Это, ладно, пришли, да, две недели в проекте. И у меня появилось новое звание. Старший менеджер за две недели в проекте сделала то, что я не смогла сделать за код. Код, мы работали, да, мы работали. Я не скажу, что мы ничего не делали. Да, мы работали, у нас, ну скажем так, приходили люди, уходили, кто-то оставался. То есть такой поток людей был хороший. Но за две недели в проекте у меня получился именно тот результат, который я хотела. Сбылась еще одна такая моя мечта, что он скажет, я хотела быть директором. Ну вот все, хочу, вот из разряда, понимаете, хочу, не могу. Вот все, хочу, не могу. И когда у меня открылся, передо мной открылась возможность, я понимаю, что все, это по-любому, это случится, ну, по-любому. Вот здесь вот поздравление у нас в Витебске, 13 марта. То есть на сцене я понимала на тот момент, что раз я стою на сцене не одна, я была такая довольна, что я стою на сцене не одна, что есть и другие старшие менеджеры, то есть это свидетельство о том, что система работает. Я больше радовалась, ну, как бы не то, что за себя, что да, я молодец своей команды, вот мы такие классные, мы молодцы, мы это сделали. А то, что есть еще люди, которые тоже это сделали, значит, это реально работает. Все, я стояла на сцене, я думала не о том, что вот, не, не, это понятно, я думала работать. То есть у меня вот это вот как-то вот, именно про работу почему-то думала. Вот, именно в этот же день было тоже поздравление высокого уровня, Татьяна Корчевская, тоже мой партнер. Мне было очень дорого, как мы со слезами на глазах, и фотографировать свою команду, которая стоит на сцене. Здесь маленькая часть моей команды. По фамилии знаете. Те, кто работал еще в оффлайн, вы со всеми знакомы. Я про команду могу говорить, в принципе, долго, потому что, ну, скажем так, это не мой результат. Новый уровень – это не мой результат. Это результат сплоченной работы всей команды, вот каждый, абсолютно каждый, кто делал что-то, вообще хоть что-то, заказ сделал, либо там занес каталог кому-то, показал, неважно что. Это результат абсолютно на 100% каждого человека. Такой результат, вот именно такой уровень, он не может быть заслугой одного человека. Никогда. Даже в исключительных случаях. Если вы не умеете работать с командой, то результата не будет. Я хочу именно за то, что всегда во всех ситуациях команда находится рядом. Хорошие-то ситуации, плохие, там получается, что-то не получается. Если что-то не получается, команда всегда рядом. Под командой я подразумеваю, команда – это те мои партнеры, и в этот же смысл я включаю еще и спонсоров. У меня нет разделения, что вот спонсоры и команда. Это единое. И вот поэтому я говорю, что это не заслуга одного человека, это заслуга всей команды. Следующая моя мечта исполнилась – это закрытый ужин с директорами именно после нашего мероприятия. Это вообще что-то, чем-то для меня было всегда директора. Это элита какая-то такая вот крутая-крутая. И мне так хотелось прикоснуться к этому, мне хотелось входить в эту элиту. И вот меня позвали на закрытый ужин. То есть вот столько с уровня старший менеджер можно попадать на подобного рода мероприятия. Боже мой, как там классно, там просто надо быть. То есть вот все директора, и ты вот скажешь так, в их числе. То есть это, опять же, вот эта вот радость, радость, радость. Вот еще одна моя мечта исполнилась – это первая директорская планерка. Меня пригласили же, все официально, можно на планерку ходить. Можно принимать участие активное в развитии всей команды Елены Рокочи и Денис Соберкова. То есть во всех мероприятиях. Не просто что-то тебе сказали, ты пошел и сделал, а ты принимаешь участие во всех разработках, во всех мыслях, во всех идеях. Так, боже мой, это было вот самое, честно, самое крутое, наверное, мое состояние отношения, что да, наконец-таки я могу вот как-то помогать. Не просто что там, мне сказали, я пошла и сделал, а принимать участие во всем, в развитии, в проведении обучения, в проведении мероприятий. Мне иногда было обидно, если они на мероприятиях не давали никакой ответственности. Ну, то, про что я говорила, поздравления в Минске, опять же, всей командой радуются все. Я думаю, как-то у нас, я не знаю, это как-то так получается, что мы радуемся успехам других больше, чем успехам своим собственным. Ну, я могу сказать, что это далеко не у всех людей. Есть такая способность радоваться за успех других, потому что тогда у них появляется чувство зависти. А именно, скажем так, вот у нас, оно есть вот это вот чувство гордости. Да, ты молодец, ты круто, ты это сделал, да, все, я тебя поздравляю. Это искренность, это не зависть, это искренность. И вот именно этого, наверное, мне не хватало всю мою жизнь, вот этой искренности, чтобы люди за тебя радовались. Именно открыто. Не просто, да, ты молодец, а именно открыто. Я настолько вот получаю удовольствие, когда позвонят, потом поздравляют. И я понимаю, что меня поздравляют не потому, что надо позвонить и поздравить, а потому что хочется. Для меня вот эта вот категория «надо и хочется» она очень четкая такая. Если вы считаете, что вам что-то надо делать, вы это не сделаете на 100% вот именно хорошо. А если вы знаете, что вы этого хотите сделать, вот тогда у вас будет результат именно такой, какой нужен. Если вы считаете, что вам надо сделать директора, надо открыть квалификацию, надо что-то вот надо, надо утром рано вставать, ну не получится. А как только вы поймете, что вы хотите открыть квалификацию, вы хотите куда-то поехать, вы хотите начинать рано просыпаться, вы хотите вести здоровый образ жизни, вот тогда оно получится. Замените вот это «надо» на «хотите», и тогда точно все получится. Это я, ну, скажем, такой горький опыт. Мы же всегда учимся на своих ошибках, мы же зачастую не можем послушать чужие ошибки, мы же учимся на своих. Вот я вам говорю именно про себя, не просто вот слова красивые, которые там где-то там написаны, именно про себя, вот то, как я считаю нужным. В двух словах про то, на что я сейчас делаю акцент и как я работаю. На первом месте у меня стоит онлайн. Они у меня не закончились за два с половиной года, и очень много людей, которые не со мной, вот, поэтому работаем со знакомыми. Я работаю по методу резюме и социальной сети. То есть, ну, в принципе, методов много. Помимо этого в офисе, то есть офлайн мы проводим экспертные сессии по уходу за лицом. И категория wellness – это, ну, та категория, которую, скажем так, я стараюсь продвигать везде. Я при Арифлейм говорю везде и всегда, независимо от того, с кем я говорю. Мне тут недавно позвонила девочка с университета, ну, она так сказала, с университета, попросила помочь к урокам подготовиться. Я с ней поговорила, все, да, хорошо, то есть, ну, договорились, да, я помогу. Ну, и я в конце в двух словах сказала про работу, что вот сейчас есть онлайн-проект, давай, приходи ко мне, будем работать. Она согласилась. Я положила трубку и говорю, а девочка, когда звонила, она не представилась, кто она. То есть, логично, что я должна была догадаться. Я не догадалась, потому что, когда звонков очень много за день, я положила трубку, и я понимаю, что я не знаю, кого я позвала в проект. Я просто зову всех. Раз она мне позвонила, значит, она меня знает. Следовательно, она моя знакомая. Раз она с ней так тепло пообщалась, значит, ну, логично, что я ее тоже знаю. Возможно, когда мы с ней встретимся, я узнаю, кто это. Ну, вот просто ситуация такая, потому что студентов очень много, и всех по голосу, ну, скажем так, не запомнишь, тем более по номеру телефона. Ну, поэтому я говорю про Reflame, сейчас про онлайн-проект, вообще, в принципе, везде, всем, каждому, вот, во всем, в каждом удобном случае. Ну, повторюсь, в каждом удобном. Я нахожу вот так вот, сказать так, чтобы это было удобно, и потом рассказываю. Вот, основной акцент я всегда рассказываю именно про бизнес. Потом, что вы можете поухаживать за лесом, именно серия Novage, приглашение на экспертную сессию, Wellness, и потом, если, то есть, вот, мало ли вдруг человека все это не заинтересовало, я говорю, что есть возможность получить дисконтную карточку и покупать для себя со скидкой. То есть, на данный момент я про дисконтную карточку говорю меньше всего. Это вам бонусы вот такие вот, просто вот можете покупать для себя. Раньше, в начале работы, я делала наоборот, я говорила всем про дисконтную карточку и потом про бизнес. Сейчас я делаю, в принципе, как должно делать правильно, говорю про бизнес, и бонусом вам дисконтная карточка. Вы знаете, результат гораздо лучше, потому что, скажем так, сейчас в наше время людям нужны деньги. А мы предлагаем им возможность зарабатывать и при этом еще и, скажем так, зарабатывать и экономить. Не просто экономить, а зарабатывать и экономить. Это гораздо приятнее, чем просто экономить. Вот, поэтому людям этот, скажем так, переход на бизнес очень нравится. Огромная, ну, скажем так, я не знаю, огромная благодарность, низкий поклон спонсорам, которые меня, в принципе, и пригласили, меня всему учат, поддерживают меня во всем. Я вас очень сильно всех люблю, спасибо вам за то, что именно за ту поддержку. Когда в нужное время вы находите нужные слова, которые вот именно вот в данную секундочку, в данный момент надо сказать. Иногда это что-то хорошее, иногда это, наоборот, поругать. Но, скажем так, без спонсоров нас бы не было. Эти люди, которые нас пригласили вообще в Арифлейм, это те люди, которые дали нам возможность изменить свою жизнь к лучшему. Это не просто вот пригласили в Арифлейм, а дали возможность изменить нашу жизнь к лучшему. Дали нам возможность. Я всегда на этом делаю акцент. Елена Роковича и Денис Бирюков. Это топ, ну, входит в топ-15 Республики Беларусь. Сейчас это на седьмом месте в Беларуси. То есть вы представляете, мы учимся у людей, которые занимают седьмое место в Беларуси. Вообще во всей Беларуси. Это топ номер один в Витебской области. То есть это лучшие в Витебской области, в Витебском регионе. Анна Козловская, золотой директор, входит в топ-70 Беларуси. Ольга Небарака, директор. Ольга Демиденкова, тоже мой директор. У меня хорошо, у меня такая большая команда спонсоров. Каждый вносит, скажем так, по чуть-чуть, и получается вообще классно. Но, в принципе, даже если был бы один спонсор, просто вот один, это все равно очень круто. Потому что нужно сказать спасибо, что он есть. Потому что в Беларуси многие люди работают, у которых нет спонсоров. Им не у кого научиться, и им не у кого спросить советы, и как что сделать лучше. Поэтому здесь большая благодарность всем вышестоящим спонсорам именно за то, что помогают и дают возможность, скажем так, развиваться. Если соглашаются на бизнес, сразу оформляете дисконт. Да, конечно. То есть как только человек сказал, да, я хочу бизнес, все, я им отправляю форму для регистрации, и сразу его регистрирую. Вот сразу. Потому что иногда 10 минут, и этого человека зарегистрирует кто-то другой, если он где-то только вместе оставил данные. У меня была разница час. То есть в 9 утра девочка зарегистрировалась, а в 10 утра она прислала мне данные. Я уже, ну, нет, она мне, она прислала данные в одно и то же время. То есть мне и там, и там ее зарегистрировали быстрее, чем я. И вот так вот, ну, скажем так, я лишилась человека, поэтому регистрацию я провожу сразу. Мои родители, потому что родители – это самые близкие для нас люди. Вот родители и дети, потому что это наша кровь. Ближе и роднее их никогда не будет. Я хочу дать возможность родителям, чтобы дать им ту жизнь, которой у них не было. Я хочу, чтобы у них было вот этого хождения по магазинам и подсчет денег, что купить. Я хочу, чтобы они ни в чем не нуждались. Я хочу, чтобы они поехали отдыхать, чтобы у них было свадебное путешествие, которого у них не было. Я хочу им подарить ту жизнь, которой они достойны. Просто, ну, просто они не смогли сделать это сами. Ну, просто вот у них не было этого. Поэтому я хочу это дать своим родителям. То есть, так как я фанат путешествий, то есть, понятное дело, что помимо финансовой какой-то помощи, то это будут путешествия для родителей. Это однозначно. Вот это моя мотивация по утрам. То есть, я открываю глаза утром, и самое-самое первое, что я вижу, это вот эта стена. То есть, здесь все мои сертификаты, такие чеки, которые влезли, посередине картинки, это ближайшие конференции, которые будут. Неважно, что это бриллиантовые исполнительные конференции, они мне все равно висят перед глазами. Раз это придумали, значит, это для кого? Для людей. Значит, это для нас. Следовательно, значит, это для меня. Вот, висит карта путешественника, на которой я отмечаю те страны, где я была. Я понимаю, что мир большой, и нужно очень много, скажем так, еще много куда съездить, потому что я этого хочу, я это люблю, я получаю от этого удовольствие. Следовательно, я буду делать действия для того, чтобы получить удовольствие. Куда мы идем? Куманда, да. Над чем мы работаем сейчас? Какое у нас ближайшее удовольствие? Конечно, это ближайшая конференция менеджеров в Сочи. Я с детства, вот с самого детства, вот как только появилась группа Иванушки, то есть это мне было, наверное, чтобы вам не соврать, лет 6. Там был такой рыжий из Иванушек Андрей Григорьев-Аполлонов. Он родился в Сочи. И вот я с того момента, я не знаю почему, но детские мечты, они обычно самые такие яркие. Я хотела в Сочи. Вот я просто хотела в Сочи. Ну, не поверите, не было возможности съездить в Россию в Сочи. И когда Юлик ответил, что будет в Сочи, у меня радостью была вообще, да, ура, очередная моя мечта, она сбылась. У меня столько мечт не сбывалось за всю жизнь, сколько исполнилось за последние два года. У меня, в принципе, я столько не мечтал, сколько у меня исполнилось, честно вам говорю. И такая вот основная моя мечта, мечта – это цель. Для меня это вот мечта и цель – это синонимы. Золотая конференция на лайнере вместе с командой. То есть мы держим курс на успех, мы работаем именно для того, чтобы поехать на лайнер. Каждое наше действие, оно подразумевает. То есть это действие приведет меня к результату к лайнеру или нет. Если нет, можно не делать. Если да, делаем с двойной силой. Лайнер у меня на заставке на компьютере. Лайнер у меня фотографии развешаны по дому. То есть, в принципе, я хожу когда по квартире, неважно в какую комнату, у меня везде лайнер. Потому что моя мечта – это моя цель. Это поездка на лайнер. Конференция, как это, скажем так, была на менеджерской конференции, «Как эта следующая конференция без меня». Мне очень нравятся такие вот картинки, скажем так, в интернете, которые именно предприняты действия для ее достижения. Дело сегодня то, что другие не хотят. И завтра будет же так. Вот этих вот слов. Потому что смысл очень такой... Вы работаете на кого-то, человек воплощает свою мечту. Поэтому надо работать на себя, чтобы воплощать свою мечту. Так, что-то у нас с исландами... Вот, тоже очень такая вот мотивационная фраза. Начни сейчас. Начинать именно с этим голосом, дрожащими коленками. Начните хоть что-нибудь сделать. Вот именно здесь и сейчас с тем, что у вас есть. Не ждите, что... Вот прямо сейчас. Вот прямо вот с сегодняшнего вечера. Пусть вот уже 9 вечера. Вот с этого момента. Потому что если вы... Не начнете сейчас, вы не начнете потом никогда. Не просто консультанты. Я видела, как уходят менеджеры. И их жизнь ненасколько не изменилась. То есть они остались на том же уровне. Меняйте свою жизнь. Количество... Действия всегда переходят в качество. Если вы хотите вот так вот классно-классно проводить. Сот. Собеседование будет лучше. Вот сделайте 100. Ну, у меня уже получается... Я не скажу, что идеально, но... Дело близится, наверное, к 60. То есть я чувствую... Уже вот эту вот уверенность. То есть всегда количество переходит в качество, если делать самостоятельно. Сам... Себе. Его, ну, ждать его бесполезно. Его нужно делать. То есть двигаясь от неудачи к неудаче, с энтузиазмом. Вот с вот этим, вот, как я говорила, я хочу. Можно дойти, именно получить то, что... 1% зависит от везения, 99% от твоего желания. Захотите быть успешными. Захотите что-то делать. Захотите, просто захотите. И позвоните спонсору, спросите, я хочу, что мне нужно сделать. Вот эту картинку... Я взяла у менеджера нашей команды, это Ольга Костина. Знаете, что мы мыслим неправильно. Это касается того, как люди, наши советчики. Это то, это не это, а это хорошо, а это плохо. У нас есть своя голова на плечах, поэтому мы должны мыслить самостоятельно. Если это не так, как окружающие, то не значит, что это неправильно. Это наши мысли. Мы думаем, мыслим так, как мы хотим. Верь в себя, это выгодно. Это выгодно для самого себя. Потому что жизнь, она у нас для кого? Для нас. Следовательно, мы сами делаем свою жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Если мы целыми днями лежим перед телевизором, значит, это та жизнь, которую мы хотим видеть. Если мы не хотим видеть такую свою жизнь, значит, следовательно, нужно что-то менять. Если мы не хотим менять, значит, она нас устраивает. Замкнутый круг получается. Поэтому верьте в себя именно в то, что, скажем так, то, чего вы хотите. Вот вы хотите, чтобы у вас была квартира. Верьте в то, что у вас будет квартира. Делайте все то для того, чтобы осуществить свое мечту. Наш спонсор верит в нас больше, чем мы сами. Поэтому получается двойная вера. Мы в себя верим, наш спонсор в наш верит. Я на 100% уверена, что и Аня, и Оля, одна, вторая, Лена с Денисом, они в меня верили до последнего, что я смогу достигнуть результата. Что мы сможем, у нас нет этого я, мы сможем. Они в меня верили. И вот благодаря моей вере и их огромной-огромной вере, результат, это выгодно для вас самих. На этом, на позитивной такой ноте, тогда давайте будем с вами прощаться. Спасибо большое всем за поддержку, за все. Спасибо еще раз хочу сказать спонсорам, за то, что дали такую возможность изменить свою жизнь к лучшему. Всем вам желаю удачи, успехов, веры в себя и действий. Захотите и делайте. Захотите, пожалуйста, захотите. И просто делайте. Спасибо вам большое. Всего доброго. Не забывайте, что именно сегодня, именно сейчас, вы начинаете делать новые действия, которые приведут вас к вашему результату и к вашей мечте. Я желаю вам удачи.